Ну и еще об одной авиатрагедии. Правда, погибших там было не четверо, а 298. Что узнала за эти три месяца следствие? Кто помогает голландским следователям? И почему россияне молчат? Подробнее об этом Татьяна Лагунова из Берлина. Фред Вестербеки, голландский прокурор и руководитель группы, которая расследует причины крушения рейса MH17 Боинга-Малазийских авиалиний, редко дает интервью. Но для немецкого журнала Шпигель сделал исключение и рассказал, как продвигается работа и что уже удалось узнать. Итак, в команде Вестербеки работают 10 следователей. Сейчас они изучают все собранные улики. Это и показания свидетелей, которые были на месте трагедии, и снимки, полученные со спутников, и телефонные переговоры сепаратистов, перехваченные украинскими спецслужбами. Эксперты также изучают металлические фрагменты, найденные в телах жертв. Пока непонятно, что это, шрапнель от ракеты Бук или же части самого Боинга. Что касается версий, их по-прежнему несколько. Основная пассажирский самолет был сбит ракетой «Земля-воздух». Впрочем, окончательные выводы группа будет готова обнародовать не раньше, чем через год. И не исключено, что после этого прокуратура будет требовать проведения суда над виновными в Нидерландах. Есть еще один интересный момент. По словам руководителя группы, в отличие от Украины и Малайзии, которые охотно помогают расследованию, Россия на сотрудничество не идет. Голландцы сами готовят запрос в Москву с просьбой предоставить данные с радаров, с помощью которых Россия сразу после крушения хотела доказать, что вблизи Боинга находился украинский военный самолет. Поделятся ли этими данными Москва, пока непонятно, но голландские следователи практически не сомневаются. Россияне знают больше, чем говорят. А вот когда они захотят разговориться, и по какой причине, это вопрос, который интересует не столько экспертов, сколько общественность и близких погибших. Татьяна Магунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова